Добрый день, дорогие друзья, приветствую в экономике здравосмысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема перегрев или не перегрев. Вот в чем вопрос. Вот какой вопрос встал на повестку дня, когда мы смотрим на итоговые показатели развития экономики за 7 месяцев. Рост ВВП составил 5,5%. Это очень гораздо больше, чем требовал от белорусского правительства Лукашенко. Цифра была 3,8, даже меньше 4%. И тут белорусские власти перестарались, перегрели. Или не перегрели. Промышленное производство 7,5-8%. Все бурлит, все стучит, все идет вперед. И, естественно, встали вопрос. И от Национального банка звучат определенные предостережения, и от правительственных разных чиновников, не говоря уже о независимых экспертов. Перегрета экономика. И тут один из представителей Министерства экономики выходит и на синем глазу говорит, что никакого перегрева нет. На самом деле он перегрев экономики связывает с загруженностью производственных мощностей. Они еще не дозагружены. 70%. Поэтому, друзья, не беспокойтесь. Все хорошо. 5,5% ВВП. Ну да, мы недооценили. Были слишком осторожны и пессимистичны в отношении того, какой есть потенциал у белорусской экономики. Чиновник такого уровня не знает, что такое перегрев экономики. Но неудивительно, потому что если 30 лет заниматься отрицательным отбором, то у руководства Министерства экономики и экономики в целом будут генералы, будут полковники, будут контролеры, строители. Но никак не будет экономистов. Поэтому перегрев экономики связан прежде всего с тем, с какая стоимость денег предоставляется, покой на каких условиях, тем компаниям, которые и осуществляют производственную деятельность, увеличивают производство. Вот самый главный показатель для того, чтобы говорить про перегрев. Нужно смотреть прежде всего на денежно-кредитную политику. Куда идут эти деньги, на каких условиях они идут. И для этого, конечно же, есть очень хороший показатель. Это динамика денежной массы. И вот мы посмотрели показатели по состоянию 1 августа и видим, что если взять за последние 12 месяцев, то и от наличных денег в обращении до денежной базы, до рублевой денежной базы, показатели выросли на 20-30%. 20-30% они создают кредитный пузырь, они создают перегрев, они создают анаболический рост. Потому что те предприятия, которые сегодня пользуются этими кредитами, вот куда они идут, они, конечно же, показывают и рост, показывают и развитие, показывают хорошие показатели. Но что потом с этими предприятиями будет? В целом по экономике может быть 70% загруженности, а где-то и больше. И это значит, даже если мы видим увеличение загрузки промышленных мощностей, то это опять-таки тоже отражается на росте ВВП. Тем более мы понимаем, что рост 5,5% это же рост, который подсчитан с учетом белорусской специфики инфляции. А инфляция у нас такая, знаете, загнанная лань, ее просто загнали и сказали, ты не должна бегать со скоростью, идти со скоростью 3-4 шага в минуту, все. Вот что такое белорусская инфляция. И вот на эту инфляцию делят номинальные рубли те министры, которые и потом отчитываются про рост 5,5%. Естественно, будет 5,5%. А если вы посчитали реальную инфляцию так, как она должна была быть без вот этих ограничений, я думаю, что показатели были бы иными. Но фактор есть или не есть перегрев совершенно очевиден. Он есть, он налицо. Когда третий год подряд мы видим увеличение денежной массы такими стремительными темпами, то с белорусскими нарисовываемыми темпами ВВП, с тем, что Россия пока покупает, мы не можем не беспокоиться о том, что в конце концов это все лязнется. И об этом вот чиновники, эксперты Национального банка и в кулуарах, и в кулуарах говорят, не пытаются как-то умереть аппетиты промышленных лоббистов, строительных лоббистов, всех тех, которые используют сегодня эти дешевые кредиты. Но попробуй, когда ты вошел в раж, когда ты вошел во вкус использования чужих денег, когда ты понимаешь, что ничего тебе за провала не будет, тебе просто распилишь, отпилишь свою часть и все, естественно, ты будешь настаивать на большем, еще больше кредитов, еще дешевле кредиты. И те люди, которые понимают, что такое перегрев экономики и цикличность, они предупреждают, нельзя, осторожно, давайте не идти вперед. Ну а те, которые считают, что белорусская экономика просто феноменально быстро развивается, естественно, они убеждают Лукашенко, что все хорошо. И вот эти два противоборчивых лагеря схлестнулись. Это не только международные эксперты, независимые эксперты спорят с Министерством экономики. Это даже внутри белорусских коридоров власти ведет такой спор. Перегрев есть, инфляция гораздо выше, чем есть, курс искусственно держится. И самое главное, белорусская экономика положила все яйца в одну корзину, а эта корзина проигрывает Украине, и эта корзина рано или поздно развалится и распадется. И тогда вот перегрев окажется, и последствия перегрева будут гораздо, гораздо, гораздо опаснее. Спасибо большое, друзья, за ваше внимание экономики здравосмысла. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живей Беларусь! Слава Украине! Слава Украине!